Я недавно давала задание, чтобы у меня сделали дома ремонт, но я уже нашла дизайнера, поэтому на днях уже мы приступаем к ремонту. Так что вот так вот. Когда рожать? Рожать в начале июля. Так, по поводу трека, ребят, пока что секрет, пока он не выйдет, не могу ничего напеть, спеть и так далее, поэтому ждите, ждите, ждите анонса. Всем привет, привет, привет. Нет, на Дом 2 меня гости не звали. Ну, я думаю, не стоит меня звать туда гости. Ну, зачем? О чем я расскажу на Дом 2? О том, что гости. Ну, о чем мне с ними разговаривать? Я не знаю, какую тему. Если меня позовут на Дом 2 в качестве гости вместе с Должанским, будут пытаться меня притягивать на эту тему, я не собираюсь, потому что мы с Должанским и Николаем просто друзья. И никогда ничего у нас не могло быть. И какие-то там были приколюхи. Ну, а то, как там редакторы выворачивали в свою сторону или еще что-то, меня это вообще не волнует. Я приходила туда действительно, чтобы построить отношения и спрятаться от своей старой жизни. Вот. Проект мне, в принципе, помог в этом. Я спряталась от своей старой жизни, да, отношения там не нашла, потому что, ну, так сказать, не совсем мой контингент туда приходил, который бы я хотела. Я не представляю просто, с кем бы я там построила бы отношения. Большинство, вот кто там построил отношения, большинство, кто оттуда выходит, это какие-то отношения, получается, не знаю, когда женщина тянет мужчину на себе. Вот. Я не готова к тому, чтобы тянуть на себе мужчину. Выходят с проекта и тянут на себе мужчину. Зачем мне это? Мне это не нужно. Конечно, могу самостоятельно зарабатывать и самостоятельно что-то делать, но для меня все-таки все равно приоритет, когда мужчина зарабатывает, когда у мужчины есть мозги, когда мужчина способен это делать. Но большинство, вот если посмотреть процентное соотношение, кто выходит с проекта, в основном женщины на себе тянут мужчину. Тебе нравился там один мальчик? Мне, да, мне там нравились, нет, я там была симпатия, я не, как бы, я не спорю, у меня была симпатия, но когда я видела, что человек выйдет за периметры и себя не будет ничего представлять, ну, как бы, я сразу отказывалась от этих моментов. Мне не нужны отношения ради отношений, мне не нужны отношения, которые закончатся проектом, я никогда не хотела таких отношений, поэтому, наверное, когда я вышла с проекта, я и начала общаться с человеком, который, ну, как бы, не для проекта. У тебя много свободного времени? Блин, знаете, у меня нет свободного времени вообще, я свое, как бы, у меня вот есть свое время, которое я постоянно чем-то занимаю. То есть, блин, у меня нет понятия свободное время. Ну, то есть, например, даже если я ничего не делаю, я трачу свое время в себе в удовольствие. То есть, когда я сплю, это не свободное время, время занято сном, это, получается, время, которое потрачено на меня. Там, я не знаю, если я сижу в телефоне, это не значит, что это время свободное, это время, опять же-таки, которое я трачу для себя в удовольствие. Но я не скажу, что это свободное время. Нет понятия свободного времени. Что значит свободное время? Это все равно, что как понятие лишние деньги. Или деньги никогда не бывают лишними. Ты на что-то их постоянно тратишь. На пользу, на так далее, на тому подобное. Мне просто раздражает вот это вот понятие свободное время. Как у вас, я не знаю, просто. Ну, сами задумайтесь, реально задумайтесь. Вот у вас есть время, да, вас спрашивают, что ты делаешь в свободное время. В свободное время от чего? Конкретно от чего? Накрась стрелки, Силен. Блин. Не знаю, может, попозже накрашу. Сейчас я не хочу накрасить стрелки. Вообще, мне нужно еще поучиться краситься стрелки, потому что у меня сложное строение глаза. А как бы глаза сами по себе у меня большие. То есть, достаточно такие прям выразительные. Но стрелки на мои глаза еще нужно уметь красить самостоятельно. Я не совсем это всегда умею делать. Всегда это у нас получается как-то по настроению. Поэтому я пойду на обучение, чтобы красить саму себя. Вот, пойду себе на сам себе везли жизнь, что мне это необходимо. Финансово тебе помогает отец ребенка? Да, мне помогают финансово, но уже не хватает этих финансов. Уже не хватает этих финансов, потому что сейчас я меньше стала работать. Я меньше стала сейчас выкладывать рекламу какую-то. Потому что уже все, уже скоро подходят сроки. Сейчас очень много хлопот, дорогие мои. Мне кажется, ты дичь еще там. Почему тебе так кажется? Разложи мне свой ответ. Так, ты замужем? Нет. Сколько набрали за беременность? Набрали за беременность... Блин, 15-20 килограмм. Ты очень красивая фигура, очень красивая. Спасибо большое, мне приятно. А что именно тебе нравится в моей фигуре? Так можно намекнуть, чтобы он больше помог. Блин, ну я... Зачем мне намекать? Я говорю всегда прямо. Я ему говорю прямо, что сейчас мне нужно больше финансово помогать. Но, как бы, у нас изначально была отговорена определенная сумма. Вот, сейчас мы все перерасчитываем. Я не рассчитала изначально, что на ребенка, ну вообще, вот так вот все будет уходить. Но, в принципе, он не против, поэтому все хорошо. Мы ждем рождения ребенка, в первую очередь, сейчас. Просто девушка огонь. Спасибо. Привет, привет. Кстати, я сейчас сюда пришла-то. Я буду сегодня косички расплетать в прямом эфире. Ты красивая, милая. Спасибо. А кто будет, мальчик или девочка? Мальчик. Удачи тебе, малышу. Спасибо. Ты настоящая просто. Да все люди настоящие. Ну, спасибо. Я-то думала, что я искусственная все это время. Дише пачки. Дай бог, малышу, здоровья тебе. Спасибо вам тоже, дай бог, здоровья. Вашим деткам тоже здоровья. Если у вас еще нет деток, то обзавестись. Вот. Поэтому, ребят, если надумаете беременеть, позаботитесь о том, чтобы все располагало к тому, чтобы вы могли себя обеспечивать, чтобы у вас была работа, на которой вы могли бы во время беременности работать. Вот. Обеспечьте себя всем необходимым. Это очень важно. Не готовы рожать? Не рожайте. Казахстан. Привет. Привет из Казахстана. Привет. А чем с речь? Потому что нужно расплетать косички уже все. Они потихонечку... Они уже все потихонечку расплетаются. Привет, Селина, такая хорошая, искренне. Желаю тебе всего хорошего. Счастья тебе и твоему малышу. Спасибо большое. Взаимно. Блин, как классно. Не знаю, мне... Вот как думаете, мне подошло бы вот белый цвет волос, если бы я покрасилась. Мне кажется, у меня все волосы от этого испортятся. Я уже неоднократно красила себе волосы. Кстати, зато, когда я буду... Когда я буду старенькая, мне подойдет седой цвет волос. Меня уже это радует. Если я не разжирею, как кабан. Успешных родов, здоровый малышу. Спасибо. Блин, я очень боюсь рожать. Очень боюсь рожать. Да, пошел бы вот. Главное не разжиреть в старости и держать свою фигуру. Блин, я хочу, знаете, в старости быть такой накачанной бабкой. Чтобы у меня были мышцы. Все вообще, все четко было. Такой модной бабулей. Хочется внуков. Уже внуков хочется, вы представляете? Еще не родила, а уже о внуках мечтаю. Вот это вот как. Вы смотрите, просто. Знаете, так пахнет кукольными волосами. Блин, мне реально идет седой цвет волос. Посмотрите, я с седым цветом волос, только моложе выгляжу. В общем, когда я начну сидеть, в принципе, я потихонечку уже сидею. У меня есть небольшие эти седые волосы. Думаю, когда я начну прям конкретно сидеть, тут-то я себя и покрашу. Тут-то я себя и приведу в порядок. Беременность к лицу. Спасибо большое. Я вот не понимаю, что значит к лицу беременность. Беременность к лицу. Мне кажется, я когда и не беременна, мне тоже к лицу. И все к лицу. Хорошим людям все к лицу. Знаете, как будто я просто оторвала колок волос у какой-то бабушки. Где Андрей? Ты сейчас у него живешь? Нет, я не живу у Андрея. Я живу у себя. Но на время ремонта, наверное, придется поехать к Андрею. Вот, смотрите. Красотка. Спасибо. Под лицу все к лицу. Ну, я не подлец. Поэтому это не про меня. Что будешь делать с волосами, которые я сняла? Выброшу. А что с ними еще делать? Я не знаю, что делать с каниколоном. Что делать с каниколоном? После того, как ты его расплела. Кстати, не всем подойдет каниколон. Потому что это синтетический материал. И он будет колоться. Но я проходила с ним неделю. А ты будешь нам показывать свой ремонт? Конечно, покажу. Вот это кудри. Да, кис. Мариночка, привет, моя девочка. Блин, Марина такой человек, с которым я могу поссориться, и он ничего про меня не расскажет. Она столько секретов про меня знает. Мало кто знает про меня столько секретов, как Марина. Блин, круто на самом деле иметь человека, которому ты можешь все рассказать. поссориться с ним, и он тебя не выдаст. Да, про Марину я тоже знаю. Я знаю такое, кстати, про Марину. Такое? Такое? Ну, вы сами скоро все узнаете, поэтому... Поэтому... Поэтому интригу. Поэтому скоро Марина бомбанет. Вот мы напились на выходных. Да, такие вот и нормально в себя всаживала. Марина скоро бомбанет. Марина скоро станет такой личностью, что вы охренеете. Я сама охренел, когда услышала. Альвина, привет. Привет, Альвина. Ногти огонь. Да, вот только вот это все расплетать. Кстати, я иду сегодня трек записывать. Добивать. Сама не ждала, что такое. Блин, ты когда пила эту текилу, я сама хотела выпить эту текилу, Марин. Я жду этот день, когда я возьму вот этот цапарь и просто такая... Хопа! С солью, слаймом. Блин. Или джинс тоником. Обожаю. Джинс тоником. Хочу джинс тоником. Марин, что делать? Хочу джинс тоником. Вот, вот, вот. Прям очень хочу. Тебе не нравится расплетать? Нет, мне не нравится расплетать. Это ужасно. Особенно маленькие косы. Знаете, как маленькие косы расплетаются? Не очень прикольно. Особенно, когда это синтетические материалы, расплетаются намного... Намного сложнее, потому что синтетический материал, он сам по себе такой, знаете, он путается. И если вы помните, в детстве куклу Барби, которую нам далили, и ты когда намочишь этот синтетический материал с этой куклы Барби, то всё. Потом мочалка. Если хочется, не отказывай себе. В меру можно немножко. От этого ничего не случится. Я хочу себе, я хочу, знаете, хочу выпить джинс тоником. Нереально. Ребята, вы знаете, во время беременности мне люто захотелось пить и курить. Я никогда так... У меня, когда я была не беременна, я спокойно относилась к алкогоду, спокойно относилась к курению, спокойно... Ну, то есть вообще не было никогда ни привычки, ничего. А вот именно, когда я забеременела, мне прям захотелось, знаете, прям мне захотелось винишко. Мне прям захотелось там, я не знаю, всего-всего. Но я, кстати, я... Я... За мной есть такое, что я пила вино. Вот. И я выпила это вино, но так мне потом плохо стало. Так, послевкусие неприятное. Не, я выпивала нормально, я выпивала, я выпила бокал вина, но мне потом стало неприятно. Наташа, привет. Что за Наташа? Мариночка, что за Наташа? Чего, я не знаю. Ты как-то как-то всех моих фанатов видишь. Что за Наташа? Марина, я не поняла, я не выезжаю. Кого на сладкое тянет, кого-то на соленое, а вас на курение алкоголь. Да, меня на курение алкоголь реально тянет. Вы представляете? Наташа Учеваткина. Здравствуйте, Наташа Учеваткина. Мы с вами знакомы. Тут твои подписчики мне пишут. Привет, Марина. Да, да, всем, 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 все поздоровайтесь с Мариной. Марина, это вообще, не знаю, ты тоже, ты такой человечек душевный. Вообще, молодец. Я, я, вот я, лично я, я вижу Марину в каких-то фильмах, вот, я не знаю, я вот вижу Марину, вот, действительно, вот прям, вот, вот прям Марину я вижу, вот, реально, на, вот, на ковровой дорожке. Я вот в Марине вижу эту звезду. Я вижу в ней вот эту вот харизму, я вижу вот эти вот, она, у нее очень классная мимика. Я думаю, что Марине нужно однозначно играть в фильмах, причем, причем, в разных жанрах. Очень, очень, очень хорошая мимика, причем, что, причем, то, что у Марины нет никакого актерского образования, насколько я знаю. И когда я изначально только посмотрела ее вот первый тикток, мы когда только, вот, когда тикток начался, я, этот, Марине показала тикток, и не думала, что она как бы, ну, в жизни не скажешь по ней, что она вот будет как-то вообще играть, что она вообще будет как-то вот что-то изображать, повторять, но она попробовала так повторить, и у нее так хорошо пошло. Я смотрю у нее тикток, зато морщины будут быстрее, ну, а что ты хотела? Это же труд. Вот чем ты трудишься, то и быстро страдаешь. Вот, у человека талант бегать, он быстро стирает себе коленки, кто-то поет постоянно, да, то есть там происходит повреждение. Ну, да, когда у тебя какой-то талант, и ты постоянно этим пользуешься, или, например, если ты порнозвезда, ты трахаешься, например, постоянно, у тебя потом яичники болят. Конечно, а тут, а тут ты актриса, тут у тебя лицо, тут нужно постоянно свое лицо держать, за ним ухаживать. Так что, да, без жертв тут не обойдешься. Но я думаю, что я Марину, все-таки я увижу Марину в каких-то фильмах, мне вот прям подсказывают это, что Домом 2 Марина, что Домом 2 Марина не ограничится. Самое главное, чтобы отношения Марина тебя не не утащили. Вот если я считаю, что у тебя такое, знаешь, у тебя единственное, что ты, когда в отношениях, ты забываешь про свое дело, это не знаю, плохо это или хорошо. Самое главное, никогда, поверь моему опыту, никогда не ставь отношения превыше своей мечты. вот намерилась быть в карьере ведущей звезды, вот и двигайся, вот и двигайся. Ребятки, смотрите. Разъебывали там всех, ага, и не говорите. Кстати, я хотела посмотреть дом 2 на Ю, но в итоге я смотрю сейчас дом 2 в основном по инстаграму. Я даже так и не включила телеканал Ю, чтобы посмотреть там дом 2. Весь дом 2 смотрю в интернете, в инстаграм. Красотка кудрявая, спасибо. Но это сейчас я буду смывать. Вообще, что, как это можно назвать, прическу? Как тебе круто с длинными, спасибо. там сейчас фигня не дом 2. Ну, не знаю. Сложно судить, фигня или нет. Но у нас с Мариной все равно впереди трек. У нас с Мариной задумано. Мы будем с Мариной записывать трек фит. Поэтому ждите. не смывая сегодня тебе это очень идет. Ребята, у меня волосы очень жирные. Я прям это чувствую. очень чувствую. Тем более, что я сегодня на студии буду делать фотографии. в Москве. Блин, какая классная погода. Нереально в Москве. Здорово. Селена, ты красотка. Спасибо. Где-то неделю держа. Но они еще продержались бы дольше, но у меня уже как бы это я не могу ходить. Как бы неделю походила и все. Я дольше не могу ходить с такими косами, потому что я не могу волосы мыть, не мыть. А если я помою, то как бы маленькие косички еще нормально будут, а вот большие косы они уже будут потихонечку трепаться. Ух. Тебя не выгоняют из дома? За что меня должны выгонять из дома? Нет, не выгоняют. Ну пока что не выгоняют. член это была в Геленджике? Нет, это ни разу не было в Геленджике, но очень люблю песни про Геленджик. Знаете, вот эта вот песня замечательный мужик вывез меня в Геленджик замечательный мужик замечательный мужик или ты не такой ты не такой как все ты работаешь в офисе тебе повезло ты не такой как все ты работаешь в офисе ты менеджер среднего звена ты не работаешь по ты работаешь на твой ответ твой главный человек а его карьера блин обожаю эту песню тебе повезло я не знаю как сейчас надо распеться чтобы не ложат тебе повезло ты не такой как все ты работаешь швов все вот сейчас мне очень понравилось как я спела я маха я мосо а я хочу знаете что я хочу научиться битбоксить еще плюс ко всему знаешь когда-то без инструментов может типа битбокс битбокс тебе повезло а ты нам покажешь потом что купила малышу да ребята это такая милота я когда это взяла в руки вот это вот все которое маленькое для моей малышки это вообще это вообще знаете вот когда я не была беременна еще я проходила мимо вот этих магазинов всех которые с детским с детским бельем и я видела эти все маленькие вещички да они несомненно вызывали чувство просто мимимишности но когда ты сама беременна и когда ты выбираешь для своего будущего сына меня это но естественно ты не испытаешь таких эмоций если ты не хочешь ребенка если ты не хочешь это было на уме то здесь ты вообще просто такой кайф испытаешь я не знаю просто от чего еще можно испытать такое удовольствие ни от чего в жизни не испытаешь вот так вот удовольствия чем вот так я просто пошла на негритянку похоже или может быть не мыть волосы может так поехать олимпийский крокус крокус ты меня слышишь так казалось что какая девочка для малыш для малыша высоко мне нужно вообще несмотря на то что у меня есть вокальные данные хорошие но над голосом нужно работать я не умею вот я не умею укладывать волосы я не умею есть реально талантливые девчонки которые прям они тут начисали там начисали они как-то руки набиты я не умею этого делать не получается мне нужно сходить на курсы по вот этому вот мастерству всему я начался делать и толком не умею поэтому я обычно мою голову просто ее укладываю и все сумки рудом собрала нет еще не собрала блин круто мне нравится может быть гелем каким-нибудь их вот так зафигачить хей парень больно прокалывать язык тоже хочу на бою зачем бояться проколола и забыла на что поболела и прошло только имей ввиду что если будешь вертеть очень много языком ты может колоть себе зубы я себе один зуб отколола но это бывает очень редко и поэтому у меня одном зубе скол есть я как-то помню выпила очень много выпила опьянела и у меня я начала короче там чертам петь и не помню что то я делать ничего и в общем я случайно надкусила свою серьгу а сережка у меня железная это сам шарик и я себе отколола пол зуба просто и такая сижу и понимаю что у меня нет половины зуба это было люто неприятно поэтому если у тебя язык постоянно куда-то гуляет то лучше взять себе пластиковое украшение вот пластику от пластикового украшения сколов не будет или если за такая привычка будет типа вот так вот делать например мне украшение помогает мне нервничать меня на когда я нервничаю я играю языком и либо например когда я когда я нахожусь в каком-нибудь творческом процессе как вариант почитаю что я написала про мусс или пенку сейчас у меня нет мусс и пенки весел было бы я общественно сделала ты нет у меня мусс у меня нету мусса мусс а мусс а у меня нет у меня есть гель поможет ты не мой парень агати нет подожди остайся я скучаю я хочу отдаться горько ты же не можешь отдохнуть а если так хочу делать я не хочу людей я не думаю ты тв шампунь. Короче, ребята, знаете что? Знаете что? Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалею ног. Вот этот вот желтый свет, мне вообще он не нравится. И так, что-то мы должны тут сделать. Я взяла вот это. Хрен его знает, что это такое. Bad Hair After Party. Smoothie Cream for silky, shiny, healthy looking hair. Разглаживающий крем для придания блеска и свежести волосам. Тигги Bad Hair After Party. Разглаживающий крем, наверное, это не для нас. Ибо сейчас мы все разгладим тебе. Так, сейчас мы это все... Матерь Божия. Сейчас я превращусь, мне кажется, в нефация. Ребята, что я делаю? Так, что такое бичми? Что такое бичми? Гель-спрей для создания увлажняющих локонов. Тигги Bad Hair. Бичми. Бичми. Почему бичми? Новый гель-спрей. Фаворит для естественной фиксации кудрей. Опачки! Опачки! Сейчас мы это сделаем. Сейчас мы сделаем бичми. Сейчас, смотрите. Так, надо как-то его тут попшикать. Сейчас я буду конкретная бич, подождите. Правильно. На лоб половину я еще нанесла. Так. Я похожа на какую-то, я не знаю, на какую-то звезду. Только не могу понять, что... Точно, Джоли с кудряхами. Ладно, дорогая. Раздели волосы. Куда их разделить? Надо было расческой делать. Не надо было расческой делать. Да блин, откуда же я знаю? Я же говорю, что я не совсем в этом талантлива. Есть девчонки прям вообще. У них вот, они прикладывают когда свою руку в голове. У них волосы прям... Вот бывает реально женщина. Вот я иногда еду на... Еду когда где-нибудь в пробке. Я вижу женщину на красивой машине. И у нее прям, не знаю, вот такие вот волосы. Волосок к волоску. Хочется остановиться и спросить, как она так делает. Блин, я не знаю. Мне кажется, это больше нарученные волосы, чем их в большинстве случаев. Я парикмахер и люблю сама себе что-нибудь сделать волосами. Beautiful. Блин, надо вот мне реально отучиться, наверное, на сам себе парикмахер, сам себе визажист, чтобы наконец-таки у меня на голове было все лоск, блеск, красота. Я вот думаю, может быть, на одну сторону все сделать вот так вот. Чеба, чё? Чё за нафиг? Или все-таки надо вот так вот оставить? Сейчас я похожа, знаете, на вокалисту The Weekend. Или вот так? Хей. А я не с ником, не нормально. Домовенок. Так, что делать мне с волосами, девчонки? Давайте, рассказывайте мне. А еще у меня есть сухой шампунь. Давайте сухим шампунем еще нафигарим. Так, хопа, льемся. Маргарита, о-о-о. В общем, я на волосы все брызнула, все только можно. Разделила пополам. Разделила, и что? Разделила пополам. И? Как будто мне что-то сюда упало на голову. прибило меня чем-то. Разделила. Вот так вот слушаешь ваши советы, и потом вот ходишь позоришься. Подписчики мои дорогие. Поняли, да? Почему я редко слушаю своих подписчиков. Даже тех, у которых хорошее намерение. Потому что я понимаю, что ничего хорошего от этого со мной не произойдет и не будет. Левее и правее. Ну вот, я сделала. Ребят, все. Кажется, все. Оставь так. Помою уже голову. Да я уже сбрызнула этим сухим шампунем, поэтому я думаю, что можно еще походить денек. А завтра уже... Короче, лучше иди помой голову. Блин, я не хочу голову сегодня мыть. Мне кажется, вот так вот. Мне классно пойдет, если не на студию пойду. Сегодня такая буду. Чисто как джазовая исполнительница. О, я похожа на джазовую исполнительницу. Точно. Кайф, кайф, спасибо. Красиво, ты ушла в мою грешную жизнь. Красиво, ты вошла из нее. Хоть что-то новенькое. Да, я постоянно только какие-нибудь, я не знаю, волосы прямые, то еще что. Я не искала будто минуты, чтобы побыть как раньше. Да, я перебила гору нашей посуды. Насказку дарит не ее год. На первом свидании говорила в арете, в газете как устроен мотор. Сказал, что слов не бросает на ветер. Попарит сердце мое. Это не шутки. Мы встретились в маршрутке под номером один. Ведем и молчим. Он говорит, доброе утро. А я не слышу тут. Пожалуй, миру пусть всегда. Попарит сердце мое. Попарит сердце мое. Попарит сердце мое. Попарит сердце мое. В общем, guys, осталось еще мне накраситься, но у меня будет прыщ. Вы посмотрите просто на этот прыщ. Зачем он так выскочил? Кто его звал? Кто тебя звал? Кто тебя звал? Мне красно так хорошо. Надо краситься, потому что если мы пойдем на студию, мне нужно быть красивенькой. Если сфоткается с микрофоном. Так, 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 так. А еще, я еще, кстати, после беременности пойду на курсы психологов и буду заканчивать психфак, чтобы уже конкретно уйти в свою сферу. В общем, психолог, который поет. Буду петь и лечить вас песнями. Петь и лечить его. Субтитры сделал DimaTorzok 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 С тобой я готов убежать на край света Но ты изменилась сама, ты туда убрала Порвалась струна, и теперь моя песенка спета И жизни мне нет, вот такие дела Порвалась струна Порвалась струна Порвалась струна Яндекс Маркет, нужная, любимая и полезная прическа Какая нам прическа? Такая, сегодня такая прическа Расплеваю я сегодня свои косы Сейчас, секунду, у меня в зубе что застрялось Вазы у меня Серега На выставку Ван Гога Мне нужно петь это в караоке Потому что я себя не слышу Ладно, все хорошо, заново поем экспонат Начнем Собралась Водил меня Серега На выставку Ван Гога Там было телок много И нервы, как она Но я не недотрога Дала понять порога На выставке Ван Гога Я главный экспонат На выставке Ван Гога На выставке Ван Гога Уставка Катер Это Евровидение, детка Будь с кем-то и Маринкой ходили в Маринку Послушать чистую гринку, портель туда-сюда Да сразу без заметки, портель Маринки Все клонили в лодинке, я прямо без ны Но вот она, да, я уйти на штаны Но вот она, да, я уйти на штаны Но вот она, да, я уйти на штаны Штаны! 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 Все. Что в руке? Это такая штучка. Но твоя маленькая штучка самая лучшая в мире вещь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ладно, ребята, наш с вами эфир подходит к концу. Остается 52-51 секунда. И, собственно, все. Я вырубаюсь. Спасибо вам большое, друзья мои, дорогие зрители, кто ко мне сегодня пришел на эфир. Вы задавали очень интересные вопросы, на которые я с удовольствием ответила. В общем, всем пока. Пожалуйста. Как всегда, буду потом смотреть этот эфир и краснеть. Типа, что? Что? Что это было? Вот язык.